Фестиваль, посвященный 25-летию вывода советских войск из Афганистана, начался с речи почетных гостей. Первый к собравшимся обратился глава города Валерий Лебедевич. Думаю, что дань памяти со стороны государства должно быть несколько больше, чем это есть сегодня. И, наверное, должны быть специальные законы, которые добавляют в защиту наших ветеранов этой войны. А всем нам я хочу пожелать, чтобы над нами было всегда безоблачное небо, чтобы мы радовались жизни, чтобы нас радовали дети. Подполковник Михаил Байчук после благодарственных речей героям вручил памятный подарок одному из почетных граждан нашего города за оказание помощи ветеранам. Находясь сегодня на сцене и хочу выполнить почетную миссию по поручению военно-комиссара Ямало-Нецкого автономного округа Василия Николаевича Чачкова вручить знак за сослуги и ценный подарок холодное оружие от главкома свободных войск почетному гражданину города Губкинскому, генеральному директору БУГАЗ, Евгению Владимиру Павловичу. Прошу вас на сцену, Владимиру Павловичу. Минута молчания. Дань памяти павшим героям Афганистана. После нее воспитанники военно-патриотического клуба «Форпост» вышли на сцену с показательным выступлением. Ребята показывали приемы рукопашного боя и умение сражаться с оружием. Это выступление приурочено к памятной дате, к 25-летию вывода войск из Афганистана. И для нас большая честь, что нас пригласили сюда выступить с номером. После торжественной части начался сам фестиваль бардовской песни «Струдной души-2014». Выступило более 20 участников. В основном пели о войне. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Одинакок у нас на базаре не встретишь, не купишь. Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на дуванчики. Женщина улыбается. Это сынок десантники. Послушать песни под гитару пришли многие жители Губкинского. Не мог не пойти на мероприятие, посвященное 25-летию вывода советских войск из Афганистана и преподаватель 4-й школы Николай Бортиков. Память всем. А этим, тот, кто остался в живых и вернулся на родину, здоровья, счастья и успехов. Мастерство исполнителей бардовских песен оценивали не только жители. В рамках фестиваля проходил конкурс по двум номинациям. Лучший автор – исполнитель и исполнитель бардовской песни. Так лучшими стали Дмитрий Шульга и Александр Бутков. Дмитрий Самоненко, Сергей Макарчан. Новости Губкинского.